Слава у христиан Как цвет на траве, засохла трава и цвет ее опал Были знаменитые, великие, славные люди Александр Македонский, Наполеон, Сталин Теперь любой человек с их памятью может делать все, что угодно Обругать, оболгать или наоборот страшную правду сказать Они ничего не могут ответить Вот слава человеческая приходящая А та слава, которая есть у Господа Иисуса Христа Когда он вошел в славу свою, как говорит апостол Павел В славу Божию Вот это сияние божественного присутствия Слава человека, который причастен этой славе Она вечна, это и есть святость Поэтому Слава людей Это причастие святости Божией Это то, что отнять невозможно Можно отнять у человека все его земное Можно разрушить его тело Можно предать его мучениям и страшной смерти Но будет сиять слава, как присутствие благодати Божией от человека Кстати, мы, когда рисуем нимбы на головах святых Мы рисуем именно это сияние вот этой славы, света Божьего Того самого фаворского света Который многократно видели люди Вот Моисей так и сверкал славой Так что на него невозможно было смотреть В воспоминаниях Мотовилова О преподобном Серафиме Саровском Так говорится Ученики вспоминают, что Огонь небесный сходил на преподобного Сергия Радонежского Когда он служил в божественной литургии И потом погружался в чашу И святые отцы Говорят, например, о Пимени Великом Сказано, что на него невозможно было смотреть Потому что Господь дал ему малую часть славы Адамовой И поэтому как бы свет исходил от его лица Что на него трудно было смотреть Вот такая это была неземная красота Когда является слава святости Например, в явлении ангелов Вот если мы почитаем в Библии явление ангелов То мы видим, что люди в страхе падают на землю И говорят, я видел Бога, я должен умереть Они настолько на фоне этой славы Чувствуют свою нечистоту Что приходит вот этот трепет и ужас Вот что такое слава Божия Которой может быть причастен человек Это именно погружение в славу Божию Не в свою, а в Божию Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok